Ну, здравствуй, мой гранёный алмаз. Готов услышать деда новый рассказ. Без долгих вступлений, без скрытого подтекста, расскажу о том, чем взрослая жизнь отличается от детства. В детстве многие дети ходят в детсад, и почему-то думают, что детсад — это ад. Но шо такое ад, они поймут, когда время пройдёт, и придётся ходить не в детсад, а на завод. Продолжу про отличие детей от взрослых инфу. Все дети считают, шо суп — это фу. Взрослые ж бывают напьются до состояния полутрупа. На утро почку готовы отдать за тарелок супа. Дети любят только пиццу, колу и картошку фри. Скажешь, я такой же был. И не говори. Только вот думают, каким же я тогда был кретином, что теперь приходится даже овсянку есть с панкреатином. Продолжим. Не хочу быть занудой, но дети часто болеют. То ветрянкой, то простудой. У взрослых иммунитет к ветрянке становится стальным. Взрослые и не болеют. Они болеют всем остальным. Постоянно лечишь то гастрит, то цистит, то бронхит, то акид, то гайморит. Только подумаешь, наконец всё вылечил, ес. Идёшь к зубному, нихера, кори ес. Чем ещё дети от взрослых отличаются? Знаешь, то, что в детстве не любишь, во взрослом возрасте обожают. Оливки, корнюшоны, это всё в детстве не гуд. Но зато как они потом под свойски идут. На эту ж тему продолжу рассказ. Дети ненавидят в детских садах тихий час. Взрослые шо угодно отдадут. Даже не за тихий час, а за тихие 30 минут. В детстве каникулы. Ты самый счастливый в мире. Во взрослой жизни отпуск. Всё, ремонт в квартире. Так с ним гребёшься, шо до кровати доходишь еле-еле. Думаешь, слава богу, отпуск всего две недели. В детстве денег нет, но шоб шо-то купить, Можно у родителей занять и потом про долг забыть. Во взрослом возрасте занимаешь, если денег нет. И потом кредит платишь 8 лет. Продолжу свой рассказ с той же самоотдачей. Чем-то взрослая жизнь не похожа с детячей. Мужики не реже детей задают глупые вопросы Алисе. Не меньше, чем в детстве любят прижиматься к Сисе. Утром, взрослый, просыпаешься с сильного будуна, поворачиваешься, а рядом жена. Прижимаешься к груди, как ребёнок, жалкий. Тебе больше ничего не нужно. Ну, максимум минералки. Женщины тоже, как дети. Девочку, когда она ещё кроха, могут по попе отшлёпать, когда она ведёт себя плохо. Но у взрослых девочек тоже бывает такая жесть. Особенно, когда у этих девочек папики есть. А вообще взрослой жизни бояться не надо. Ведь во взрослой жизни появится авокадо, козий сыр, тонометр, массаж простаты появится тоже. Короче, чуть-чуть надо побаиваться всё же. Но в конце своего повествования хочется сделать одно позитивное замечание. Запомни, в каждом возрасте есть своя прелесть, это так. Только во взрослом возрасте эта прелесть лак.